Всем привет! Сегодня будет видео о рассуждении, как вы это назвали. До этого было подобное видео про эмиграцию из Турции, куда бегут турки вообще, что здесь с переселением людей происходит, каких-то причин. А сегодня я хочу поговорить немножко про ВНЖ, вот эту политику, почему происходит это всё, и почему как бы нелогично. Многие рассуждают, что Турция, и это в принципе нелогично, это подходит под определение нелогичности, не принимает, как бы усложняет получение вида на жительство людей, которые иностранцы с деньгами приезжают, готовы тут работать, ну в смысле компании перевозят, деньги в экономику в страну вкладывают, и потребляют в стране, экономику поддерживают, да, там квартиры снимают, живут там и так далее. Я очень много получаю комментариев, можно назвать экспатов, да, обиженных на эту политику у страны. Я вам хочу немножко объяснить, чем руководствуются здесь в стране, почему именно так происходит, почему вот эти гайки закручиваются. Вот смотрите, здесь есть несколько различных факторов, которые повлияли на эту ситуацию. И когда раньше, два года назад, да и до двух лет в принципе тоже активно люди переезжали в Турцию, иностранцы, получить вид на жительство, снять жилье, было не так дорого, сама жизнь не так дорогая, дорогая, было все гораздо проще. Первые звоночки у нас были экономические, когда именно в стране провели экономические реформы, ровно практически уже три года назад в ноябре 2020 года, когда решили отказаться от доллара, выезжать только на внутреннем своем рынке и уменьшить тем самым зависимость от Запада. Такая у нас была политическая риторика. Но когда сделали эти решения, там налоги, короче, подняли и так далее, то буквально через три месяца у нас скаканул тут же с 15 турецких лир за 1 доллар до 17, я помню, тут уже был шок сейчас в 28 на минутку. Лира начала тут же падать. Кстати, короче, прочность экономики перед этими реформами не рассчитали. Причина инфляции, которая сейчас происходит в Турции, чтобы кто-то говорит, там, Запад влияет или еще что-то, да нифига, это внутренние реформы были. Можете освежить память, отмотать мои видео про новости три года назад, там это все активно как бы рассказывалось по факту, когда это происходило. Затем началась война России и Украины, и, конечно же, очень много поехало мигрантов, переезды, и люди поехали кто? С деньгами, конечно, или скупали здесь квартиры. У кого есть деньги, кто хотел как-то вывезти, например, из России деньги, здесь покупали недвижимость, и до сих пор россияне, они в топе, в принципе, всегда в первой тройке по покупке недвижимости за все эти два года последних в Турции. Где-то больше, где-то вот с Ирана очень много перескакивают, ну, в общем, даже в сентябре 23-го года, в прошлом месяце, россияне были в топе, но продажа недвижимости иностранцам, она очень сильно снизилась сейчас, за последнюю парочку месяцев за это. И условия, конечно же, вот эти документы изменили, то есть тут в данный момент, да, вид на жительство по ТАПУ, по документу, короче, собственности жилья, 200 тысяч долларов стартовые, там немаленькие деньги, то есть и для получения золотого паспорта турецкого, прям гражданства получить надо в экономику страны от 400 тысяч долларов вложить, ну, в два раза больше, чем в НЖ, короче, 200 тысяч, паспорт турецкий, гражданство, если вы хотите, 400. Почему вообще, да, закручиваются гайки? И потому что избиратели недовольны, скажем проще. Когда обхлынул поток иностранцев платежеспособных, не было законом, супер как-то урегулировано, и в тот момент эту ситуацию не схватили, опустили на самотек, когда владельцы квартиры начали их сдавать в три дорога, то есть был спрос, это во всех странах, на самом деле, куда поехали мигранты или там беженцы, да, это было практически везде, там тоже Грузия, Тбилиси, и Батуми, у меня знакомые живут, та же самая история, и местным стало дорого жить. Конечно, турки вообще были, блин, в шоке, потому что у нас это наложилось на вот эту инфляцию в стране, которая уже год шла, экономическая у нас проблема, и тут взвинтились вот эти цены на жилье, это просто такой разрыв был, это просто у многих местных потерялась надежда взять даже ипотеку и купить квартиру, потому что она стала в три раза просто дороже. Покупка, аренда, все вместе, любая недвижимость. Короче, наложились два вот этих фактора экономические, что было в стране, и вот поток людей платежеспособных. Сначала страна потирала ручки, типа, классно, приезжают, бизнес ведут, деньги и все прочее, классно. Поэтому проблем с документами изначально не было, но изменялась ситуация. И вот они, несколько факторов. Первое, недовольство избирателей, а у нас вот президентские выборы на носу были, которые сейчас прошли, да, люди стали просто недовольны экономикой. В принципе, все вокруг подорожало, экономика нестабильная. Короче, они люди не могли позволить себе жилье. Избиратель был зол на правительство, что они это позволили, что иностранцы приехали, заняли квартиры, а сами турки не могут снять, потому что либо дорого, либо тупо даже. Нет, жилья, ну нереально. Второй момент. Санкции для иностранцев, скажем так, для граждан России стало обязательным, да, вот это подтверждение твоих счетов каких-то банковских, выписок из России. Короче, откуда ты получаешь деньги, выписки с работы, как ты зарабатываешь. Потому что до этого просто можно было открыть ВНЖ по счету в банке, положил бабки, короче. Пришел, открыл карточку турецкого банка, пришел с выпиской, а то у меня там денежки лежат, например, 10 тысяч долларов тебе дают ВНЖ. А теперь из-за вторичных санкций Америка сказала, ребят, будьте у себя, скажем так, ютить людей, которые неизвестно, откуда деньги берут, неизвестные их каналы, легально нет. Мы на вас санкции наложим, вторичные, заблокируем вас, вы с нами торговать не будете, нашими системами пользоваться не будете, поэтому им счета не открывайте. И они, это частные обычно банки, они из этого страха, и государственных, в принципе, в том числе, если там попозже АГБанк, например, остался, он открывает. Вот, и они перестали, они стали теперь, да, спрашивать, откуда ваши деньги, докажите, что вы, как вы их заработали, кто вам их заплатил, откуда вообще эти деньги взяли, там, от государства своего или от чего-то. Начали его более жестко в этом плане. Соответственно, выдача ВНЖ тогда у нас поднакрылась, скажем так, были уже готовые недовольные граждане, стали больше выяснить, так, откуда у вас деньги, особенно вот эта крипта всех заинтересовала, что там вообще концов не найдешь. Вот, и тогда вот это ВНЖ прикрылось, вот по вот этим, что тупо люди, которые приезжали, они не могли доказать, откуда они взяли эти деньги. Соответственно, они не могли подать на ВНЖ, или у них там были отказы по вот этим бумажкам, по этим причинам. Мы начали обращать внимание, что должно быть только 20% иностранцев на территории какой-то для получения ВНЖ-адреса, да, прописки. Если превышает район, что больше 20% иностранцев, он закрывается, ВНЖ в нем по этому адресу и прописки уже не дают иностранцам. Почему на это стали акцентировать? Ну, потому что просто Анталия, Алания, Кемер, это чисто маленькая Россия или русскоязычная какая-то СНГ. Вот назовем так это чисто СНГ. Страны бывшего Советского Союза. Там легко найти на русском языке продукты, сервисы, все прочее. Короче, вы понимаете, там маленький просто вот анклавт. Своя, короче, существующая какое-то мини-государство в государстве. И третье, это криминалы, естественно. И люди этим очень сильно местные, тоже недовольные избиратели и давят на правительство. Почему иностранцы приезжают, не платят налоги, пересдают жилье своим. Где-то там подешевле налоги не платят и так далее. Государство само заинтересовано в налогах. И, в принципе, много открыли всяких ИПшек. Отмывают деньги кто-то. Какие-то не... Все очень законно. Варианты такие есть. Затем в крипту тоже всяких обменников. Люди, скажем так, с Кавказа приехали. Помогают деньги выводить через крипту. Здесь обналичивать в лирах, переводить в доллары и так далее. Люди, даже которые на машинах иностранных. Вот у нас в Анталии, например, такси для местных появилось. Бот-приложение для русских, украинцев, русскоязычных. Такси по QR-коду. Здрасте, приехали. Я понимаю, что люди хотели улучшить. Да, в Турции проблема. Не везде есть хороший сервис. Здесь есть хороший сервис в плане торговли. Вообще просто идеально. Ну, если ты с этим сталкиваешься, да. Я бы по себе могла сказать, господи, здесь есть карго во все страны мира. Ты можешь уехать хоть куда самолет у нас прекрасный. Аэропорт стамбульский, да. Во все направления мир. Большой хаб транспортный. Но у нас не очень классно с сервисами, приложениями всякими, с сервисом доставки, чего-то. Это есть, ну, короче, не очень сервис хороший. Оно есть, но не очень хорошего качества, так назовем. Я реально скажу, что в России, в частности, чем могу срать, в Москве, в Питере, в Новосибирске, с вот этими сервисами, да, лучше. Потому что там спрос больше. Здесь вот еще и государство регулируется. И здесь конкуренция немножко. Там конкуренция больше всего почти нет. Вот такой элементарный сервис, да, здесь страдает. Я понимаю, что люди этим такси хотели себе жизнь облегчить. Естественно. Не прям с целью, я думаю, прям супер заработать, но просто и заработать, как бы сделать всем хорошо. Себе, в первую очередь, комфортно. А турки очень большие патриоты. Если ты приехал в страну, уважай окружающих, учи язык, интегрируйся в общество, к тебе вообще никаких вопросов, претензий никогда не будет. Вот я здесь уже 10 лет живу. Честно скажу. Я не говорю, что все должны в один момент знать турецкий. Но если не видишь, что ты стараешься или пытаешься, что-то учишь, уже тебе, блин, огромный с тебя вопрос снят. Им очень приятно. Они очень патриотичные. А что они видят по факту? Вот эти вот озлобленные, назовем так, расстроенные, своей экономической вообще ситуацией в стране проблемы, избиратели, у них отобрали возможность покупать или надавать жилье, это стало нереально просто по зарплатам. Это нереально. Это в два раза три выше, чем у них зарплаты. Они злые. И что они еще видят? Приехали, такси свое сделали, фирмы какие-то открыли, там парикмахеры наши, мастера красоты на домах работают нелегально, без уплаты налогов. А турок не может это сделать. Он должен и пышечку открыть, салон открыть, зарегаться или снять помещение. Их так же проверяют, как и у вас. Ну, вы понимаете, да? Кому, блин, это понравится. И вот этот такси, оно уже прям комом в горле на самом деле стало. Я недавно видела в инсте предложение рекламы, что такое же такси появилось и в Стамбуле, что есть эти QR-коды, коды на столбах, в приложении вызвать такси. Я не буду название давать, не хочу вообще в это влазить, рекламу давать или наводить на кого-то, на что пожаловаться можно. Каждый сам решает. Ну, это too much, понимаете? И вот эта история с такси, почему показательно? Вот для примера, существует приложение Uber, оно в Турции тоже работает, но туда приезжают по вызову не вот таксующие просто люди, зарегистрирующие в Uber, а таксисты. Это было 5 лет назад, когда Uber по всему миру просто максимальная вспышка была, в Турции он по сути, по факту, как и в других странах, он не пришел в Турцию. В своей вот этом контексте, как он существует на самом деле, когда человек регистрируется и может на своей машине, назовем так, таксовать, получать клиентов через это приложение. Здесь он есть, ты можешь им пользоваться, но приезжать, тебе будет желтая машина с шашечками, стандартные таксисты, потому что есть внутренняя история здесь в стране, свой колорит. Я уже об этом говорила, но повторюсь. Здесь огромная, назовем так, законодательно закрепленная ситуация с таксистами. Чтобы стать таксистом, только легальные такси. Здесь нет вот это, рукой помахала, тебя кто-то подвез, не голосуют здесь, здесь только таксисты подъезжают, никто подъезжать не будет, это штраф огромный. Ты можешь быть таксистом, ты должен пойти в автопарк, наняться таксистом, тебе выдадут машину, пожалуйста, права у тебя есть, работай. То есть, ты устраиваешься официально. Для того, чтобы организовать такой автопарк, ты должен купить дорогостоящую несколько миллионов лицензию на открытие автопарка, купить эти машины, закупить, там 10-15, больше штук, от твоих размеров зависит. Встать с этой лицензии, официально получить квоту на территорию, где ты будешь работать, территории все поделены, туда еще попробуй, заристо, огромный бизнес. И при этом, естественно, где такие бабки, где официально ты только несколько лямов можешь заплатить за то, чтобы получить официальную лицензию, при этом, конечно же, большой криминал за этим стоит. И когда Uber как приложение заходит в Турцию, кто-то начинает регаться из простых жителей, не решает таксовать, тут просто были тупо забастовки таксистов, перестрелки. И они просто, по сути, этот Uber-приложение отвоевали под себя. И регаются в Uber водители такси. Это как еще один доступ к клиентам. Иностранцы многие приезжают лишь через Uber-заказ. Мы приедем в обычное такси и будете ехать по обычным тарифам, не по, скажем так, Uber-овским. Есть другие бит-такси, например, бит-такси турецкое. Это то же самое Uber, все то же самое. Но опять же, приезжают те же таксисты, не частные лица, какие-то извозчики. И вот приехать, я честно, вот это смотря, новости, организовать тип свое такси по приложению в Антарии нашими кем-то местными, не знаю, кто там это вообще делал, там в новостях все указывалось. И это для меня сразу, вы не знаете правила местной жизни, кто это делает. И вы на такую дорожку вступили, ребят. Не только разборки, мафии или еще что-то. На государственном просто уровне вам никто никогда не позволит это сделать. Вас закроют это 100%. Вообще лезть вот в это, и тем более иностранцу, какие бы у тебя не были намерения, ты лучше всем хочешь сделать. Это не в восточной стране. Восточные страны чем характерны? Какими бы они не были прогрессивными, демократичными, общительными, то есть контакты с другими странами, внедряло с них что-то и так далее, они остаются восточными странами со своей религией и культурой, на которой они, их поколение родителей, воспитывались. Это база, это стержень внутренний. И какая бы ни была демократия, какая бы ни была вокруг, я не знаю, все что угодно, как хотите, назовите, турок останется турком, он останется патриотом. И он останется верен вот этим канонам, которые в нем воспитаны. Поэтому очень многие турки и восточные другие страны люди переезжают и остаются со своей идентичностью. Они с ними не расстаются. Это вот впитанное с молоком матери не адаптируется очень многие. Если вы посмотрите Саудовскую Аравию, если вы посмотрите Арабские Эмираты, это арабские страны. И какие бы Эмираты ни были прогрессивные, экономически развитые, туристически направленные, вы до сих пор в большинстве Эмират не можете приобрести алкоголь. Вы до сих пор в большинстве Эмират не можете ходить в купальники по улице, вы себя прикрываете. И до сих пор есть очень много правил, которые, правила, они перешли в светское общество из культурных и религиозных моментов. Это не переделывается. Это адаптируется, но остается все равно. И поэтому прийти к ним со своими правилами все останется так, как было. Вы можете под них адаптироваться, их принять или просто уехать. По поводу, закончим немножко, да, в другую сторону. Ушли. ВНЖ, проблем для иностранцев, то, что сейчас в стране происходит. Я думаю, что не все замечают это, не отслеживают, но так как у меня был опыт здесь жизни уже давно и видя, к чему идет, скажу, что Турция в данный момент, как страна живет, очень подходит, как минимум, к какому-то моменту напряженному в своем историческом развитии. сто процентов. Здесь очень много различных факторов. Поэтому для иностранцев вот на данный момент Турция подходит кому? Кто хочет вкусно кушать, хороший климат иметь, комфортный, мягкий, быть туристом, пожалуйста, тут куча всяких музеев из природы, это просто конфетка. Я живу в Турции, никуда ехать, в отпуск вообще не хочет. Здесь есть абсолютно все. Буквально недавно с соседом об этом говорили. Он жил, он вообще из Австрии, он жил в Америке, в Лос-Анджелесе, он жил в Канаде по работе своей, он жил в Германии. Он экономист топовых компаний. И сейчас он живет уже лет 10 в Турции. Он уже на пенсию выходит. Он взрослый мужчина. Он сказал, я пожил много где в мире, а у него есть определенный социальный уровень, такой небедный дядька совсем. Он сказал, я лучше, чем Турция, для себя ничего комфортного не видел. Мне здесь нравится абсолютно все. Вот здесь в Стамбуле у меня есть все. Природа, климат приятный, мягкий, питание, классная еда, отношения людям. Мне нравится абсолютно все. Вот где страны, в которые перечислили, я там жил везде по 5-7 лет в среднем контракты у него были. Мне везде что-то не нравилось, когда находилось что-то. Хотя это очень миролюбивый, очень приятный, демократичный такой дядька. Но вот выбор его, скажем так, вот здесь, мы об этом говорим, я никуда уже несколько лет, не езжу в отпуск. Мне ничего не хочется, мне здесь есть в стране абсолютно все. Вот для меня точно такой же, мы с ним разделили как бы эти позиции, для меня я чувствую точно так же. Но сейчас для иностранца здесь жить не подходит тому, кто едет, с последних денег это дорого. Непонятно, что дальше будет, я вам факторы перечислила в самой стране, какое развитие у страны, что дальше будет. Напряжение растет. И третье, я считаю, что бизнес здесь тоже вести пока что, на данный момент, невыгодно, неудобно. Тоже из-за вот этого напряжения переводить сюда свой бизнес-компанию или здесь открывать, я имею в виду не мелкий бизнес, а про крупный бизнес, у кого такие идеи, есть ли такой бизнес. Это не та история сейчас экономическая, сейчас что с долларом непонятно. Турции, многие бизнесмены турецкие, крупные, они не торгуют с иностранными компаниями, оказывают торговые, посреднические, логистические услуги, но как сырье, продукцию за границей не закупать, за курсу доллара, блин. Потому что ты сегодня подпишешь контракт по одной цене, да, в долларах, естественно. Завтра курс каканет, и тебе, когда придет это уже продавать в лирах, блин, ты, блин, с голой попой вот, в плане сырья, там продукции различные иностранные за валюту. Тоже я бы, экономически, это сейчас не то место, куда что-то деньги надо вкладывать, надо подождать несколько лет, посмотреть, какой курс дальше будет, потому что сама вот эта дестабилизация в мире в плане войн и нефти стоимости тоже влияет, огромное влияние на это оказывает, на деньги, экономику. Короче, надо подождать, не то время, что-то сейчас сюда переезжать с такими грандиозными вложениями и планами. Вот такие выводы и рассуждения жителя здесь в стране, на что вам обратить внимание, если у вас какие-то вопросы были, вообще пишите в комментариях под видео, будем общаться, я все вопросы читаю, но, к сожалению, прошу извинения, не всегда у меня есть возможность вам ответить, поэтому я все равно, если вы пишете комментарии, я его прочитаю, если будет возможность, отвечу. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал, новостей, все самое важное о Турции, подписывайтесь обязательно, если кому-то нужна моя консультация психологическая или еще какая-то, в инфобоксе есть моя почта, пишите туда. Скоро увидимся, всем пока, спасибо за перепосты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!